Аллилуйя! И поблагодарить его за все. Еще день прославления Бога. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Самое великое, что человек на этой земле испытывает, самое великое, что человек может на этой земле пережить, это прославление Бога, это словословие Господа. Многие верующие это знают, многие верующие это познают, многие верующие это уже познали в своей жизни, и это прекрасно. Люди, те, кто еще на пути к Богу, порой это очень чудно воспринимают и сомневаются, но действительно это прекрасное погружение в Него, погружение в Господа, молитва, как именно единение с Ним, молитва, как именно прославление Его, славословие Его. Слава тебе, Господи! Благодарю тебя, Господь! Благодарю! Аминь! Вот, приветствую, кто в социальных сетях подключается сейчас, вот я хочу как раз тоже ссылку прямо сейчас сделать тоже на Фейсбук, хотя с Фейсбук уже писали мне тоже братья там. Так, слава Богу! Тоже и ночью молились некоторые братья, слава Богу! Благодарю Господа! Мессианские евреи, сообщин Петербурга, привет передавали, с Израиля, да, тоже с Израиля вот вижу, США, спасибо Господи! Вот, хотя мы территориально разно, в разных странах, разных городах, порой континентах, знаете ли, но удивительно, вот, Господь так в молитве нас единит, так, спасибо тебе Господи! Так, где-то очень далеко ушло это сообщение о трансляции вчерашней, хочу прямо сейчас как раз вот брать им-то и... А, вот, утренняя молитва, да, есть утренняя молитва, вот, публикация. Вот, поделились это, все. Теперь так, что и на Фейсбуке также. Слава Богу, друзья! Слава Богу! Благословляю всех вас, возлюбленные этим утром. К евреям 13 глава начинается такими словами, начну со Слова Божьего. Благодать Господа и общение Святого Духа, да приводят с вами Аминь Вячеслав. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь, 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 аминь. И 13 глава к евреям начинается такими словами, братья, сестры. Братолюбие между вами да пребывает. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказались гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет не честен и ложен и порочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь не помощник и не убоюсь, что сделает мне человек. Аминь. И дальше там говорится, что Иисус Христос, Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Аминь. Братья и сестры, сегодня второй день празднества. Да, ночью здесь у нас в Киеве дождь был, сейчас пасмурно еще вот так вот, довольно так похолодало. Но в сердцах верующих, горячо в сердцах верующих, верующих, знаете ли, празднества. Празднество, Божье скинье такая с человеками, слава Богу, спасибо тебе, Господь. И также сообщение получал тоже и ночью, вот и сегодня утром проверил тоже, да, значит, тоже из Петербурга, с Израиля, вот, и США, да. От мессианских евреев, от христианских церквей, разных течений тоже. Потому что сегодня праздник, праздники Господни, праздники библейские, да, они все больше и больше, как бы так вот, ну, интерес вызывают. У верующих очень разная конфессия, разных динаминаций, есть такое там движение, еврейские корни или корни христианства, ну, корни нашей веры, одним словом, как ни крути, вот, как бы, основания. Потому что мы были основателями христианами, не безосновательными. Основание наше сам Господь Иисус Христос, а Он не просто с Бухтаварахта, Он пришел, действительно, с неба, да, но Он пришел и родился в еврейском народе, в еврейской культуре, во исполнении библейских, еврейских пророчеств, вот, и стал, действительно, светом к просвещению всех народов и славой народа своего Израиля. Аминь. Вот так вот, так что церковь не должна быть Иваном, не помнящим родства, или, как духовно так еще напоминает, перекати поле некое, знаете ли, безосновательное, без корня. Оторвано от корня, это большая проблема. Израиль переживал это тоже, и Библия это рассказывается. Израиль пережил это настолько серьезно, что он в глазах всемогущего Бога был, как засохшие кости, весьма сухие кости, разбросанные по поверхности поля. Вот такое было духовное состояние Израиля, именно оторванности от корней своих. Вот, они стали увлекаться учениями разных народов, традициями языческими. Но, знаете ли, потеряли вот эту живую связь с живым дворцом. Благодарю Бога всемогущего, что Господь дает нам торжествовать во Христе Иисусе. Аминь. Слава Богу. Сегодня совершение хлебопробовления. Вчера я здесь вот, на рынке лесовом, купил хлеба. Таким купил. Вот. Вот такого хлеба купил. Вот. Лепешка. Сказали, что с такого пресного такого, она тесто выпекается. Вот. Очень вкусно пахнет. Вот. И спасибо тебе Господь за хлеб. Один из самых вкусных запахов вообще на нашей земле. Это вкус, запах хлеба. Вот. Я лично очень люблю запах хлеба. И ржановый, и пшеничного, и всякого, 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 всякого хлеба. Но вот, действительно, в этом что-то есть. И Господь. И Господь себя назвал хлебом жизни. Живым хлебом. Да. Было в истории человечества, конечно, такое удивительное переживание, удивительное событие, о котором, как раз, тоже в Новом Завете так немного упоминается. Когда люди ели хлеб ангельский, интересно, каков он на вкус? Ну, в Библии там говорится немного, что он был как лепешка с елеем, или как лепешка с медом, в другом месте. Но, все равно, конечно, описание-то описаниями, конечно, но хочется попробовать. Я думаю, попробуем еще, вкусим хлеба ангельского на небесах. Но, знаете ли, да, и хлеб земной, это, как бы, отголосок того хлеба ангельского, вот, проекция, как бы сейчас говорят, духовного мира. Да, слава Богу. Вот, и Господь назвал себя хлебом жизни. Хлеб, живой, святой хлеб. И мы кушаем его, кушаем. Мы едим хлеб, едим Иисуса. Вот, и здесь, конечно, далеко не говорится не только лишь о таинстве причастия, нет. Размышляя о нем, мы действительно как будто едим его, мы вкушаем этот хлеб жизни. Знаете ли, как вот некоторые мамы, там, папы, значит, маленький новорожденный ребенок, они так вот, обычно, я слышал так уже много раз, что, значит, вот, такой хороший, я прямо съела бы. Вот, говорят, ну, не в буквальном смысле, конечно, там, имеется в виду не каннибализм, конечно, а такие мамы, они говорят, что вот, прям, такой хорошенький ребеночек прямо съела бы. Вот, имеется в виду, значит, что, как бы, ну, вот он часть меня, он, как бы, вот, я вот, ну, я часть его, а он часть меня, имеется в виду, вот такое состояние. Ну, а на русском языке, да вообще, наверное, на языках человеческих это выглядит, как съела бы, потому что то, что мы едим, мы часть этого становимся, а это часть нашей становится. То есть, для нас, как бы, съесть это не просто буквально еще пожрать что-нибудь, значит, да, значит, да, значит, а действительно, когда мы пожираем что-то, значит, там, поедаем, ну, это славянское слово, оно сейчас очень вульгарно звучит, извиняюсь, грубо звучит. Вот, в литургии православной, так оно и есть, там, поживи, владыка, поживи, лежится, как бы, развязается, как бы, значит, и приготовляется, вот, значит, для поедания. Значит, и когда мы, значит, едим, мы действительно становимся тем, что мы едим, а то, что мы едим, становится нами. Вот, и поэтому Иисус-то и говорит, что кто будет есть, значит, плоть мою и пить кровь мою, тот иметь жизнь, тот будет иметь жизнь эту. Вот, вот, во мне и я в нем. Удивительное состояние, вот, наверное, поэтому и причастие мы совершаем-то, значит, потому что, значит, ну, как бы, это очень доходчивая, будем так говорить, иллюстрация для каждого человека. Вот, любой человек, даже если он далекий от религии, как бы, вот именно вкушая хлеб, он, как бы, лучше понимает, рассуждает, действительно. Наше рассуждение сегодняшнее о теле крови Иисуса Христа, потому что праздник-труп, он, как и все господние праздники, указывает на Машеха, на Христа, на Иисуса, на Ишуа. Все эти праздники указывают на Господа, и если весенние праздники, допустим, ну, вот, те весеннелетние праздники, будем так говорить, это, ну, вот, Пасха, Пятидесятница, да, эти праздники указывают на Иисуса, и, думаю, большинство верующих это прекрасно понимают. Шалом, Света пишет, шалом, шалом, Светлана. Вот, то, значит, ну, весенние, летние праздники, они, знаете ли, они указывают на больше прошлое, ну, и на настоящее, потому что они говорят о событиях уже свершившихся, будем так говорить, ну, и сейчасшних, потому что наша Пасха сам Христос, и наша Пятидесятница, это сам Иисус Христос. Вот, и, знаете, интересно, что, вот, нынешние праздники, вот, начавшиеся, осенние, мы говорим, праздники, да, вот, начиная с этого праздника, Йом Труа, Роша Шана, праздник Трубного Зова, Глава Года, отсчет лет о создании мира, мы ведем тоже по традиции именно с этого дня, вот, ну, с этих дней как раз, вот, сегодня второе уже число, месяца Тишри, вот, еще с этих дней ведем начало отсчета лет о создании мира, От создания мира наступил, дамы и господа, 5779 год. Но есть отчет времени у нас и от нашего исхода, как Бог сам и повелел, месяц сей да будет, начало месяца в году у вас. Это отчет времен от нашего исхода, от месяца Ниссан, или же Авиф, в Библии он еще называется, или же просто первый месяц. Вот, и если считать от нашего исхода, отчет лет вести, значит, отчет времен, то ныне на дворе 3330 год, уже с половиной. Вот, это время, значит, вот такое, два таких самых известных отчета времен, от создания мира мы ведем, вот, значит, и как раз это связано с библейскими господними праздниками, этими осенними, вот, значит, и с нашего исхода. От создания мира сейчас на дворе 5000, Константин пишет, шалом, шалом, Константин, значит, 5779 год, напоминаю, вот, а от нашего исхода 3330 год. Вот, еще два с половиной года, и будем отмечать 3333 год. Так, интересно, красиво совпало, мне нравятся такие совпадения, такие красивые. Вот, надо какую-то такую, не знаю, ну, конференцию такую провести, знаете, вот, когда напишем 3333 год. Вот, наверное, это вот, хорошо, Пасха, как раз, вот, как раз вот, мы календарь тоже напечатаем, как раз вот, и от Пасхи до Пасхи, ну, как в таком, можно от Рошашана до Рошашана, от осени до осени, можно от весны до весны. Но, вот, мне хочется напечатать календарь, когда-то мы печатали, но это давно было еще, еще лет 10, больше даже назад, вот, пробовали печатать, как раз именно от Пасхи до Пасхи, от Пасхи до Пасхи, от Ниссана до Ниссана. Вот, ну, и хорошая тема такая, вот, и, как бы, запоминаемая такая дата, юбилей такой, 3333 года. Да, да, но еще это впереди. А сейчас на пороге, сейчас у нас на дворе 3330 год. Вот, и в библейском, да, времени очень много таких загадок, интересных. Вот, но библейские праздники, вообще, господние праздники, они указывают на Машеха, на Христа, на нашего Избавителя. Вот, и осенние праздники, вот, начинающиеся вот с этого праздника, который мы называем в народе Рош-Хашана, а так он Йон-Труа, праздник трубного зова, в библии называется, праздник трубного зова. Эти праздники, они больше устремлены, в отличие от весенне-летних, устремлены в будущее. Не в прошлое, да, в прошлое чуть-чуть, немного и в настоящее, совсем немного, но процентов 90, эти праздники, они говорят о будущем, вообще. То есть, это праздники будущим, мы празднуем уникально, в Библии Бог дал такие на праздники, свои праздники. Вот, у нас своих праздников полно, значит, да, и во всем, в чем вы не могли оправдаться заходами, если обрадуется всякий верующий, аминь. Верующий в Иисуса Христа, да, потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, что во всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Слава Богу. Вот, поэтому Господь оправдание наше. Значит, и вот праздник Рош-Хашана, Йон-Труа, это пришествие Господне, да, оповещается народ, оповещается весь мир, вот, о воцарении. Сегодня тоже молился ночью, тоже вот именно о воцарении Господа, и здесь, в Киеве, над нашей землей, здесь, над Украиной, над всей землей, над всей нашей планетой, над всеми народами, здесь США, Великобритания, Украина, карта всего мира, у меня есть карты, висят разных стран. Вот, значит, и здесь у меня баннер с флагами всех стран мира, благоставляет, чтобы в каждой стране мира воцарился Господь, оповещается шафаром небесным. Слава Богу. Вот, и первое, второе пришествие Христа связано как раз вот с этим временем. И знаете, затем Йом-Кипур, День Искупления, или же в русском переводе обычно мы его знаем как Судный день, даже вот известна такая вот из нашего времени уже война Судного дня, которую народ Божий героически выдержал и победил. Слава Богу, с Божьей помощью. Только если бы не Господь был бы с нами, стерли бы с лица за них, дано Божие. Если бы не Господь был бы с нами, но Господь с нами, слава Богу. А если Бог с нами, то кто же с ними? Если Бог за нас, то все равно кто против нас? Если Бог за нас, то тогда море по колено, горы по плечу. Тогда чудо на чуде и чудом погоняет. Тогда действительно просто совершается великое, удивительное, когда Божье и человеческое сходятся вместе. Всегда чудо возникает. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Божий Всему Обущий. То, что для нас сверхъестественно в Божьем измерении, в Божественном измерении, это естественное состояние в истинном мире. В нашем земном, тоже реальном мире, но не таком сильно реальном, как Божий мир реальный, это выглядит как сверхъестественное, как чудесное, надприродно. Спасибо тебе, Господь. И далее, Йом-Кипур, День Искупления. И мы знаем, что наше искупление это сам Машиах и Ишуа. Традиционные иудеи, религиозные именно, набожные люди постятся на Йом-Кипур. Многие, и мессианские верующие, и христиане тоже многие сегодня постятся. Вот, значит, как раз за еврейский народ, за Израиль, за Иерусалим. Вот, да, откроется благодать Божья действительно всякому еврейскому сердцу. В Иисусе Христе жизнь вечная, бесконечная, счастливая, пресчастливая. Пусть прославится имя Господне. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя за все. Аллилуйя. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресна, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Царю небесный, утешителю, дух истины. Ты, что везде пребываешь, и все собою наполняешь. Сокровищница благ и жизни подателю. Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны. И ты спас благой души наши. Святый Боже, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала тебе и слава тебе. Мой Бог и Царь, благодарю тебя, Господь, за благодать эту Божию. Благодарю тебя за спасение. Дар твой, свыше дар. Дар вечной жизни во Христе и Иисусе, Господе нашим. Благословенный Господь, Бог наш. Благодарю тебя за великую любовь, которую ты доказал ко всему роду человеческому. Отдав сына своего и ненародного, кровушку свою за нас пролив. Чтобы всякий верующий в тебя не погиб, но имел жизнь вечную. И я благодарю тебя, что имею жизнь вечную во Христе и Иисусе, Господе нашим. Давайте прославим Бога и поблагодарим Его за все. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим. Благодарю тебя, Иисус, благодарю. О Дух Святой, за Голгофу, за Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу Твою. Спасибо, Господи, за это таинство. Благодарю Тебя, Боже. Спасибо за хлеб жизни. И когда совершаем причастие, Боже, действительно, смерть Господню возвещаем, доколе Ты не вернешься. Спасибо Тебе, Господь. Благослови в этот праздник сейчас наше это хлебопреломление. Благослови, Господь, причастие тела крови Твоих. Спасибо Тебе. И вот здесь на Фейсбуке я выставлял шафары, звуки шафаров. Прекрасные, божественные звуки. Вот. Потому что это действительно звук, призыв к покаянию. Здесь Александра Болотникова тоже выставил, тоже, да, очень хорошие у него материалы. А, вот есть. Наш епископ Богдан Ионеско выставил как раз рубление шафаром. В Румынии он написал, как раз это издал, публиковал. И я это у себя, как говорят, перепостил, или как, ну, у себя публиковал, короче. Спасибо Тебе, Господь, за нашего Богдана. За Румынию, за братьев Румынии сейчас. В Бухаресте, прямо сейчас, в Румынии, наш Богдан Ионеско, епископ нашей церкви, с братьями они празднуют тоже, так же, вместе с нами, Йом-Труа, праздник Трудного Зова, праздник Шафара. Трубят шафары, вот, прямо в Румынии за город выехали, и трубят там, там, на окрестности, на город, я это понимаю, благоставляют свою столицу, благоставляют Румынию. Молодцы, слава Богу. И присоединяясь к румынским братьям, сейчас благоставляем Украину, благоставляем Киев, благоставляем все страны нашей истрадавшейся планеты. Пусть этот шафар румынский, он сейчас звучит, на всю нашу планету, во имя Господне. Аллилуйя. На Израиль, на Иерусалим. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя. Аллилуйя. 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 Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Записи слушаю, шафары, умиляюсь сердцем. И вот в простоте сегодня сердце хочу преломить хлеб вместе с вами. Возьмите себе хлеба, друзья, братья, сестры. Я вот ломлю себе хлеба от этой лепешки, восточной азиатской такой лепешки. Фатив, как он называется там. И благоставлю Бога, благодарю Бога всемогущего за жизнь. Спасибо, Господь. Спасибо. Благоставен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Благоставен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший на плод виноградной лозы. Благоставен Бог наш, возлюбивший мир и доказавший свою любовь нам, отдав свою кровушку за нас, свою жизнь за нас. Благоставен Бог наш, отдавший Сына Своего за нас, так высоко оценив нас, спас нас. Спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя за дар вечной жизни, Твой дар, самый великий дар, дар вечной жизни во Христе Иисусе Господе моем, спасителе моем, целителе моем. Спасибо Тебе, Отец мой. Благодарю Тебя и с благоговением, и страхом Божьим. С любовью Твоей, Господь Божий, верой и надеждой я принимаю это причастие, Господь, сейчас. Боже, благодарю Тебя за жизнь вечную. Я прощен. Все, что было в моей жизни, есть, будет до последнего издыхания моего на этой планете. Ты простил, Ты омыл меня кровью Своей честной и святой. Спасибо Тебе, Господь. Ты меня полностью исцелил кровью Сына Твоего, ранами Твоими. Я исцелен действительно на все сто процентов. Спасибо Тебе, Господь. Жертвы Твоей святую, я благоставлен всеми благословениями небес. Спасибо Тебе, Господь, за все. Тело Христово приимите, братья и сестры, источника бессмертного вкусительного. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Спасибо, Господь, спасибо. Я принимаю. Боже, я люблю Тебя. Люблю Тебя. А Ты любишь меня. Я принадлежу Тебе, возлюбленный мой. А Ты, мой возлюбленный, мне принадлежишь. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя за этот год, начавшийся. Милости Твои, благодати Твоей. Сладкого Нового Года, Господь. Аминь. Поздравляю Тебя с этим праздником Твоей. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо, Иисус. Дорогой мой, брат мой, царь мой, Господь мой, спаситель мой. Благодарю Тебя. Спасибо. Спасибо, возлюбленный мой. Спасибо, дорогой мой. Источайший Иисус, я пою Тебе сегодня Акафист. Иисусу сладчайшему и благодарю Тебя. Вкушаю Тебя, сладчайшего, Господа. Я погружаюсь в Тебя, а Ты погружаешься в меня. Мы с Тобой одной крови, Ты и я. Мы с Тобой одно тело, Ты и я. И ничто не разлучит нас. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо за жизнь. Спасибо. За чудо жизни. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя, Отец, Бог мой, Царь мой, Ягова, Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог патриархов и пророков, Папочка мой, Небесный, Абба, Отче, Авину, Малкейну, Шеба, Шамаин, Иткадай, Шемхата, Малхутха. Спасибо. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Брат мой, Царь мой. Благодарю, Бог Дух Святой, Благодарю Тебя, Ты всегда со мной, Ты мой герой, Ты утешитель мой, Спасибо Тебе за все. За все я благодарю, За все я благодарю, За Голгофу, За кровь, Мы Тебя благодарим, Все-все благодарим, За воскресенье Твое, Аллилуйя, Святой, За победу Твою. Спасибо, Господь, Спасибо Тебе, Царь мой. Наш. Спасибо Тебе, Царь мой. Спасибо. Благодарю Тебя, Господь, Слава Тебе, Боже. Благостави, Господь, Народ свой миром. Благоставляю сейчас мою семью, Благоставляю супругу свою, Инну Сергеевну, Благоставляю детишек наших, С ней Анастасию и Николаю, Серафиму и Татьяну, Сережу и Инну. Благоставляю зятя моего Михаила, Внука моего Антона, Благоставляю всех родных, Кто сейчас подключился, Смог подключиться онлайн, И потом в записи посмотрит. Благоставляю прямо сейчас, Во имя Господи, Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Благоставляю всех вас, Кто прислал нужды. Здесь больше вопросы. Здесь больше вопросы прислали. Ну, это вопросы потом. Я отвечаю на вопросы. Это вот мессенджер. Вопросы. Фейсбук мессенджер. Присылайте тоже, пишите. Но на вопросы я отдельно Потом сделаю записи такие. Я так рубрику и называю. Вопросы-ответы. Вот. Или просто беседы там еще пишут. Или дорожные беседы. То же самое там. Потому что звучат те же самые вопросы. И отвечаю на эти вопросы. Вот. Как православный священнослужитель, Уже более чем с 30-ти летним опытом служения. Вот. Православного церковного служения. Как священнослужитель. Да. Уже больше 30-ти лет мессенджер служения. И с 87-го года получается. Начало 88-го года. Уже, ну, до юре. А де-факто еще с 87-го. Вот. И знаете ли. За вот этих больше чем 30 лет служения уже своего. Я имею опыт определенный. И традиционного православного служения. Вот. И реформаторского такого обновленческого служения. И с удовольствием отвечаю на вопросы. Людей. Там, где могу. А там, где не могу. Я так и говорю, что извините. Я не знаю. Вот. Даю какие-то ссылки тоже. Поэтому следите за этой рубрикой. Сегодня, даст Бог, получится уже загрузить все-таки все эти видео. Вот. Благоставляю всех вас. Ваши дома. Ваших родных и ближних. Во имя Иисуса Христа. Благоставляю. Благоставением священническим. Да благоставит тебя Господь. И сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь. Светлым лицом своим. И помилует тебя. Да обратит Господь. Лицо свое на тебя. И даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю вас. Благоставляю Израиль. Благоставляю Иерусалим. Благоставляю страдавшуюся всю нашу планету. Благоставляю Беларусь. Вот. Валентина. Шалом. Мир всем. Благодать. Надеюсь вскоре быть Белоруссией. В Минске. Вот. В Гомеле. Ну и по всей Белоруссии. До Бреста самого. Очень люблю белорусский народ. Молюсь о духовном пробуждении белорусского народа. Вот. Великое пробуждение Белоруссии имела. Литва. Тогдашнее. Тогдашнее. Это королевство. Имела еще во время Великой реформации 16-го столетия. Миколай Родзивилл Черный. Ну и конечно. Да. Франциск Скорина. Перевод Библии на белорусский язык. Конечно. Тогда. Да. Это огромное было пробуждение духовное. Но я верю. Что Дух Святый. Который действовал тогда в 16-м веке. И до сих пор. Даже неверующие историки признают это время золотым веком Белоруссии. Золотым веком Литвы. Вот. Литовское королевство от всего этого. Вот. И я знаю, что Господь, Он сегодня хочет благословить очень сильный белорусский народ. Благоставляю и все народы нашей и страдавшейся планеты. Вот. И молюсь за Израиля, паки-паки, что называется снова и снова. Молюсь за Иерусалим. Потому что сердце мое бьется там. И моя молитва, она и начинается, и заканчивается. И всегда она за Израиль. Даже ночью там просыпает первую сторону Израиля. Шалом. Шалом, Иерусалим. Благоставляю. Благоставляю Бога всемогущего. Великого Бога Израилева. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенной. Спасибо. Аминь. Благоставляю вас. До встречи в эфирах. В 6 утра подключайтесь на утренние молитвы. Сегодня технически должно получиться у меня вечером тоже выйти в эфир. И физически, потому что я буду здесь как раз, поэтому смогу. Пока обед на вечер ничего не планируется. Никаких встреч. Все. С Богом, друзья. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.